Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт! Сегодня приготовим с вами очень вкусные дрожжевые куличи из александрийского теста. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого теста на ночь я ставлю опару. Здесь у меня 250 миллилитров молока, 3 куриных яйца, 1 желток, 50 грамм сахарного песка, 75 грамм сметаны, также 75 грамм сливочного масла и 35 грамм сырых дрожжей. Все продукты должны быть комнатной температуры, достаньте их заранее за несколько часов до приготовления опары. В высокую чашу выливаю молоко, добавляю сахар и дрожжи. Дрожжи необходимо вот так вот раскрошить руками. Все тщательно перемешиваю. Далее добавляю сметану, яйца, желток и мягкое сливочное масло. Тщательно все перемешиваю. Закрыла опару пленкой и оставляю так на всю ночь, примерно на 10-12 часов. После 11 часов вот так выглядит моя опара. И теперь я буду уже замешивать основное тесто. Для него мне понадобится вся опара. Примерно 800-830 грамм пшеничной муки высшего сорта, ее обязательно нужно просеять. 50 миллилитров растительного масла, 200 грамм сахарного песка, 2 пакетика по 8 грамм ванильного сахара и 10 грамм соли. Взяла самую большую мисочку, потому что тесто будет очень хорошо подходить. Перекладываю туда всю опару. Добавляю сахарный песок, ванильный сахар и соль. Все тщательно перемешиваю. Стараюсь тщательно перемешать, чтобы сахар и соль полностью растворились в жидкости. Теперь постепенно добавляю муку и начинаю замешивать тесто. И также в несколько этапов добавляю растительное масло. Начинаю вымешивать лопаточкой, а потом буду вести замес руками. После того, как ввелась вся мука, хорошо вымешиваю тесто. Больше муки добавлять в него не нужно. Главное хорошо вымесить. Вымешивается оно очень легко. Смотрите, как уже собирается легко у меня тесто. Оно совершенно не пачкает ни миску, ни руки. Очень хорошо отлипает от рук. Вот таким вот образом я его вымешиваю. Можно делать перерывы во время замеса. Кто-то не делает долгие вымешивания куличного теста. Я люблю, когда он такой вот хороший, волокнистый, красивой текстуры. Такую текстуру может дать только долгий замес. Тесто я вымесила, вымешивала где-то 15 минут. Стала появляться гладкость на поверхности. Все, тесто у меня готово. Миску я слегка смазала растительным маслом. Закрыла тесто пленкой и оставляю на брожение. Тесто должно увеличиться в несколько раз. По времени на это может уйти примерно 1-2 часа при комнатной температуре. Вот так хорошо подошло у меня тесто. Стало очень-очень воздушным. Прям шикарное. Я еще подготовила изюм и цукаты. Берите те цукаты и изюм или сухофрукты. То, что вам нравится именно в куличах. Можно ничего не класть. Стол смазываю растительным маслом. Таким вот тоненьким слоем. Выкладываю на него тесто. И теперь его немножко распределяю. Руки также можно смазать растительным маслом. И буду распределять сухофрукты и цукаты. Очень вкусно, когда сухофрукты были заранее замочены. В свежевыжатом апельсиновом соке складываю тесто. Немножечко вмешиваю все сухофрукты. Я заранее подготовила формочки. Беру вот такие вот бумажные. Взяла диаметром 9 см и по 6 см. Все, сразу делю тесто. Заполняю формы меньше чем наполовину. Примерно на 1 треть от формочки. Хорошенечко подкатываю. Вот так у меня получилось распределить по формочкам тесто. 6 получилось куличей диаметром 9 см и 3 диаметром 6 см. Накрываю их пленочкой и оставляю для расстойки примерно на 1 час. Куличи у меня хорошо расстоялись. И я их теперь ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку. Выпекаю при температуре 180 градусов примерно 45-30 минут. В зависимости от размера. Маленькие куличики, соответственно, будут выпекаться меньше, а большие дольше. И, конечно, смотрите на особенности своей духовки. Если необходимо, то убавьте температуру до 170. Все, убираю выпекаться. Готовые куличи выложила на решетку и дам им немного остыть. И с остывших куличей я уже снимаю формочки. Куличики еще горячие, очень-очень мягкие, прям нежнейшие. Посмотрите, какая прелесть. Если их полностью остудить в формочке, то такой поверхности не будет. Она будет более гладкая. Мне осталось приготовить глазурь и украсить свои куличи. Глазурь буду готовить без яичных белков. И для этого мне понадобится 200 грамм сахарного песка, 1 чайная ложка, это примерно 5 грамм, желатина. Также чайная ложка ванильного сахара, можно заменить на лимонный сок. И 6 столовых ложек холодной воды. К желатину добавляю 2 столовые ложки воды. Тщательно все перемешиваю и оставляю на 15-20 минут набухнуть. В сотейник перекладываю сахарный песок и ванильный сахар. Добавляю к нему воду. Ставлю сотейник с сахаром на небольшой огонь и дам сахару полностью раствориться. И как только сахар растворится, сразу снимаю сотейник с огня. Все, сахар у меня растворился. В горячий сироп добавляю набухший желатин. Тщательно перемешиваю, чтобы он разошелся. Вылила сироп в миску и взбиваю миксером до белой глянцевой глазури. И сразу, пока глазурь не застыла, покрываю ею куличи. И сверху украшаю куличи. Я украшаю вот такими разноцветными конфетками. И вот что в итоге у меня получилось. Музыка. 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 И вот такие воздушные, очень мягкие дрожжевые куличи. Получается по этому рецепту. Рецепт очень-очень простой, интересный. За счет длительной ферментации опары, тесто в дальнейшем быстрее выбраживается. И время приготовления куличей при этом сокращается. Получаются они очень ароматными и с красивым мякишем. Попробуйте и вы приготовите их, порадуйте себя и своих любимых в праздники. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Также оставлю информацию о своей кулинарной книге «Татарская кухня». Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. Поздравляю вас всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok